Добрый день. Мы приветствуем всех участников нашего третьего вебинара серии Института статистических исследований экономики знаний об инструментах анализа больших данных в исследованиях в области социальных и гуманитарных наук. Сегодняшний доклад будет посвящен анализу в области цифровых технологий. Основную часть доклада представит сотрудник нашего института Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики. И я вначале скажу несколько слов о возможностях инфраструктуры анализа больших данных Альфора, которая реализована в нашем институте. Итак, если готовы, можем тогда пойти по основной части презентации. Спасибо. Сразу несколько факторов обусловливают необходимость более активного использования инструментов интеллектуального анализа больших данных в настоящее время при проведении исследований. Это прежде всего высокие темпы роста, скорости появления новой информации, ее разнообразия, сложности по самым разным сферам, в особенности в связи с развитием науки, технологий и инноваций. Ускоряются темпы этого развития и процессы, поэтому отслеживать наиболее актуальные тенденции с использованием традиционных методов, которыми пользуются аналитики, все сложнее и сложнее. При этом возрастает необходимость быстрого реагирования на происходящее изменение, учет возникающих сфер. И в последние годы все большее развитие получают новейшие инструменты обработки больших данных, обработки естественного языка, так называемой Natural Language Processing технологии, которые позволяют с этими вызовами справляться и ряд примеров мы сегодня продемонстрируем в области развития цифровых технологий. Можно следующий слайд. Собственно, институтом уже более пяти лет развивается система iFore, поэтому пару слов я скажу про разработчика. Это крупнейшее научное подразделение в высшей школе экономики, более двухсот сотрудников работают в штате, также привлекается большое число экспертов и специалистов в самых разных областях. Основные блоки специализации работ института представлены, это, во-первых, статистика и анализ развития науки, технологии, инновации, цифровой экономики, образования. Следующий блок — это все, что связано с научно-технологическим прогнозированием и форсайт-исследованиями. А также третий блок работ института — это поддержка научно-технической, инновационной, промышленной и кластерной политики. Большое число партнеров и заказчиков, некоторые примеры приведены, регулярно публикуются материалы исследований на сайте, в том числе института, а также в публикациях сотрудников, которые также легко можно найти на личных страницах. На портале Высшей школы экономики. Итак, о системе анализа больших данных iForum. Как я уже сказала, развивается более пяти лет. И в настоящее время уже в ежедневном режиме применяется при реализации практически всех проектов института в той или иной мере. База данных включает более пятиста миллионов документов. Ежедневно пополняется эта база. Работа идет с документами на английском, русском и китайском языках. В перспективе также обработка документов на других языках. Основные виды документов в базе данных представлены в центральной части экрана. Это документы как о научных проектах, научных публикациях, которые выходят по их результатам. Доклады с научных конференций, патенты, патентные заявки, нормативная правовая база, стратегические документы, как российские, так и зарубежные. Один из наиболее крупных блоков это рыночная аналитика и профессиональные СМИ, которые как раз таки обновляются в автоматизированном режиме ежедневно. Ежедневно собираются публикации, выходящие на ведущих порталах в самых разных сферах, как в целом о научно-технологическом развитии, так и по отдельным отраслям. И другие специализированные корпуса данных, которые дополнительно обрабатываются для решения тех или иных задач. Собственно документы в самых разных форматах и отбираемые с целью репрезентативно представлять изучаемые тематические направления, разные сферы. Далее обрабатываются с использованием технологий искусственного интеллекта. Нейросетевые модели в рамках i4 обучаются с использованием суперкомпьютера Высшей школы экономики, который недавно несколько раз повысил производительность и теперь находится на шестой строчке рейтинга. Суперкомпьютеров России и стран СНГ. Соответственно ряд публикаций также вышло с примерами анализа с использованием системы i4. И большое число международных мероприятий стали площадками для обсуждения, валидации нашей методологии, которая заложена в i4. Собственно в том, что касается функционала системы, главный принцип это его модульность. То есть на слайде показаны основные блоки, в которые сгруппированы возможности i4. А далее под конкретные задачи эти функции комбинируются с тем, чтобы последовательно реализовать сценарий исследования, рассмотреть комплексную картину, начиная с трендов и оценок рынков, существующих прогнозов в интересующих сферах. Далее с переходом на оценки рисков и бенчмаркинг, при необходимости анализ политики, повестки ее, как российской, так и зарубежной, выявление и оценка ведущих организаций и специалистов в разных сферах, так называемый центр компетенций, в том числе с проведением аналитики, связанной с компетенциями и навыками кадров, необходимых для развития тех или иных технологий и секторов. И далее применение системы для поддержки проектного управления. Часть из этих возможностей в том числе будет продемонстрирована в ходе сегодняшнего доклада. Да, спасибо большое Елена за краткое представление системы i4, я думаю, что ряд коллег уже с ней знакомы. Хочу еще раз поприветствовать всех наших участников вебинара, зрителей, и я перейду уже более плотно к теме сегодняшнего вебинара, и именно к цифровой экономике. Для начала давайте определимся вообще, а что, собственно, входит в понятие цифровая экономика. С помощью как раз системы i4 мы картировали ландшафт цифровой экономики, и по большому счету стало понятно, что это достаточно нетривиальная вещь определить, собственно, что из себя представляет цифровая экономика. Потому что существует десятки новых понятий и явлений, которые образуют цифровую экономику. Есть множество различных подходов, школ, научных теорий, что относить к цифровой экономике. При этом, помимо новизны, мы можем говорить также о сложности этого явления. То есть цифровая экономика – это целый комплекс самых разных технологий, бизнес-моделей, трендов и много-много другое. Третий такой сквозной признак вообще для цифровой экономики – это сквозной характер. То есть цифровая экономика пронизывает все сферы экономики и жизни. То есть нет такого, что это, например, работало бы только в промышленности, только в сельском хозяйстве, или, например, только в образовании. Цифровая экономика – это навсегда, я думаю, это наша данность, и она пронизывает, по сути, все отрасли экономики и социальной сферы. Возникает вопрос, а, собственно, ну вот, наверное, последние 3-4 года, года, это 2017-го, в России мы стали очень часто слышать понятие цифровая экономика. Так что же, она появилась только 5-6 лет назад? На самом деле это не совсем так, потому что явления, которые ей предшествовали, зародились еще в прошлом веке. По сути, когда у людей появились первые персональные компьютеры, это было в конце 70-х, начале 80-х годов, можно было говорить уже о некоторых зачатках цифровой экономики. Собственно, именно такого мнения придерживается профессор Фред Голд, представляющий Организацию экономического сотрудничества и развития. Но вместе с тем, до того, как экономика стала цифровой, она прошла несколько витков своего развития. Сначала ее называли «экономика основана на знаниях», потом принято было говорить, что экономика является новой, затем инновационной, возможной экономикой знаний. В начале нынешнего века стали говорить уже о другом понятии, о таком, как информационная экономика. Наконец, в начале прошлого десятилетия мы в основном использовали понятие информационного общества. И до сих пор там есть ряд активностей, в частности госпрограммы, которые называются как раз «информационное общество». Но вот как раз на рубеже десятилетий можно говорить, что, собственно, цифровая экономика, такая, как мы ее сейчас знаем, уже более активно проникла в нашу жизнь. Собственно, данные стали все более активно перетекать уже в цифровой формат, стала очень сильно повышаться роль нематериальных активов, а темпы динамики технологий и рынков стали крайне быстро возрастать. Собственно, в нашей стране цифровая экономика активно развивается с 2017 года, когда были сформированы первые контуры программы цифровой экономики. Далее, соответственно, постепенно это вошло в контур национальных целей развития, стали образовываться сквозные цифровые технологии, выделяться. Под них начали отрабатываться дорожные карты, началось выделение ресурсов. И, по сути, в 2021 году произошло уже несколько таких веховых событий. Во-первых, в самом конце прошлого года было известно поручение президента Российской Федерации о необходимости разработки стратегии цифровой трансформации отраслей российской экономики, регионов. И также были в апреле этого года выпущены директивы по цифровой трансформации госкомпаний. В первую очередь вошло порядка 50-60 госкомпаний, которые разрабатывают стратегии цифровой трансформации. Но уже в ближайшие годы их количество будет исчисляться сотнями. И в ближайшие несколько лет можно смело утверждать, что порядка, наверное, 40% всего российского ВВП, то есть это те компании, которые будут писать стратегии цифровой трансформации. Естественно, не только писать, но и реализовывать. При этом, на самом деле, несмотря на то, что достаточно бурно уже развивается цифровая экономика, но до сих пор пока еще нет согласия относительно понятийного аппарата. И очень много разных смежных определений и терминов постоянно возникает. В частности, очень часто мы слышим про оцифровку, цифровизацию, цифровую трансформацию. Это ведет к тому, что многие думают, что это вообще является словами-синонимами. Но на самом деле это не совсем так. Потому что если рассматривать цифровизацию, цифровую трансформацию, то все-таки цифровая трансформация подразумевает под собой использование новых бизнес-моделей. Например, принципов шеринговой экономики, передовых глобальных практик и так далее. Если сама цифровизация может носить немножко такой постепенный характер, какие-то небольшие изменения, то цифровая трансформация в основном подразумевает достаточно такой коренной перелом в различных тенденциях, стеки технологий, которые используются и так далее. Если для цифровизации характерны такие достаточно ограниченные локальные эффекты, то цифровая трансформация идет широким фронтом. И эффекты от нее получаются столь же широкие и межотраслевые. Понятие оцифровка, которым тоже часто оперируют, или используют, например, в электронном документообороте, все-таки прежде всего подразумевает преобразование аналоговых данных, процессов в машиночитаемый формат. То есть если резюмировать, собственно, цифровая трансформация, которая сейчас является главным понятием цифровой экономики, это прежде всего качественные изменения в бизнес-процессах, в бизнес-моделях. И в основе цифровой трансформации, естественно, лежит внедрение цифровых технологий. В результате чего достигаются значительные социально-экономические эффекты. Причем социально-экономические эффекты достигаются, собственно, во всех ключевых секторах экономики и социальной сферы. Но вопрос, собственно, а вот цифровая экономика как-то развивается, а каковы же вообще ключевые тренды? Что детерминирует такое бурное развитие цифровой экономики? В первую очередь, конечно, детерминирует скорость изменений. То есть за то время, что мы будем видеть этот слайд, произойдет совершенно какое-то дикое количество разного рода событий. То есть почти 4 миллиона поисковых запросов в Google, люди посмотрят 500 часов новых видео на YouTube, отправят более 40 миллионов сообщений в WhatsApp, потратят баснословные суммы на онлайн-покупки более миллиона долларов. То есть это, в принципе, наша уже реальность. Пока мы щелкаем пальцами, в это время совершаются сделки на миллионы, генерируется огромное количество трафика и так далее. Собственно, это та экономика, которая порождается новыми технологиями. И развитие технологий ускоряется совершенно экспоненциально. То есть если даже сравнить ситуацию 4-5 лет назад, например, количество пользователей интернета в мире, активные пользователи соцсетей, то по сути сейчас, если взять любые 100 человек в мире, то можно сказать, что каждый второй – это активный пользователь соцсетей. А в интернете, собственно, 60% уже, если выбрать именно весь мир. И многие вещи, которых еще просто не существовало 15 лет назад, мы сейчас без них уже не можем представить нашу жизнь. По крайней мере, многие из нас. Это айфоны, айпэды, инстаграмы, тиктоки, блокчейны, наконец. Даже WhatsApp с Zoom, и уж тем более Uber, этого тоже не было 15 лет назад. Интересный кейс тоже Netflix Originals. То есть понятно, что 15 лет назад Netflix уже был, но тогда Netflix еще не снимала свои фильмы и сериалы. А вот, например, такой интересный кейс – это «Игра в кальмара». Если мы посмотрим вообще время, за которое какое-то там событие, явление, технология достигало 100 миллионов пользователей, подписок или просмотров, то можно очень интересные вещи подметить. То есть мобильному телефону понадобилось 16 лет, чтобы достичь этой отметки. Facebook справился за 4,5 года. 5 лет назад была такая интересная игра «Pokemon Go». Буквально во всем мире игра захлестнула умы и руки очень многих людей. Ей понадобилось меньше месяца для того, чтобы достичь именно 100 миллионов пользователей. Но как бы не так. Собственно, корейский хит этой осени «Игра в кальмара» достигла отметки 100 миллионов просмотров всего за 2,5 недели. И действительно все это удивляет, потому что всего 2 недели прошло с момента релиза. Действительно 100 миллионов человек по всему миру так или иначе посмотрели сериал. И действительно это, по сути, нам демонстрирует, что технологии развиваются очень бурно. И вот благодаря вот этим цифровым каналам и так далее. То есть вот то, на что раньше требовались годы, даже десятки лет, сейчас можно буквально метеором по планете проскочить за пару недель, а может быть в дальнейшем и дней. Естественно, что для того, чтобы отслеживать все изменения, надо использовать очень такой мощный, развитый инструментарий. То есть вручную обрабатывать все вот эти источники, информации практически уже нереально. И зачастую нам даже недостаточно читать новости в каких-то гигантских масштабах на языке той страны, где мы живем. То есть нам требуется узнавать новости, смотреть за событиями на самых разных языках. Естественно, что одному человеку под силу это вообще не под силу. И для этого нужен, конечно, специальный инструментарий. Но вот в частности, некоторое время назад в iFory был запущен как раз китайский модуль для того, чтобы анализировать собственно тенденции развития с точки зрения Китая. То есть формирована специальная группа аналитиков, которая как раз осматривает те результаты, которые дает система. И вот в частности здесь вот проведен такой интересный пример для цифровых технологий в Китае. То есть это конкретные технологические направления и области применения. Например, 5G для автомобиля, промышленные технологии, медицинские технологии и многое-многое другое. Но естественно, что когда мы анализируем разного рода события и явления, связанные с цифровой экономикой, с новыми технологиями, с инновациями, мы используем разный пласт источников на разных языках. И в конечном счете, например, строим так называемые тренд-карты. Здесь приведена такая тренд-карта, отражающая глобальный ландшафт развития цифровых технологий за последнее время в мире. И как можно видеть, что за последние 10 лет основная повестка развития цифровых технологий постепенно видоизменялась. То есть если изначально она зародилась в обрабатывающей промышленности, то есть многие, наверное, слышали такое понятие, как индустрия 4.0. В 2011 году Германия запустила эту инстинктиву, и это дало такой старт цифровой трансформации промышленности. Сначала в Германии, но постепенно это распространилось по всему миру. И сейчас мы действительно говорим о цифровой экономике как драйвере развития многих отраслей. То есть мы пришли уже от промышленности к широкому кругу отраслей. Вторая очень интересная тенденция, что в последние годы мы наблюдаем то, что технологии в основном имеют тенденцию к конвергенции. То есть развиваются решения на стыке нескольких технологий. Что это может быть? То есть квантовый искусственный интеллект, квантовые интернет-вещи, электронная компонентная база, чипы, например, которые используются для искусственного интеллекта и так далее. То есть самые интересные прорывы сейчас именно происходят на стыке двух-трех нескольких направлений. При этом за последний год повестка тоже претерпела достаточно любопытные изменения. В основном эти изменения были связаны с распространением пандемии COVID-19. И даже зародилось такое интересное направление, как COVID-тех. Собственно, границы этого явления сейчас достаточно проницаемы. Но в основном к нему относят те технологии, явления, которые связаны с борьбой с пандемией и восстановлением экономики после коронакризиса. И мы можем наблюдать действительно очень много разных кейсов по сути по всему миру. В Европе, Азии, Северной Америке и многих-многих других областях. Собственно, к направлению COVID-тех относятся и как системы отслеживания, контроля за пандемией. Технологии, связанные с телемедициной, дистанционные сервисы для работы, образования. И, естественно, сюжеты связаны с кибербезопасностью. Потому что по мере того, как мы все постепенно переходим в цифровой мир, или даже сейчас очень модная концепция метавселенной, понятно, что без должного уровня кибербезопасности все это невозможно будет развивать. Соответственно, COVID-тех представляет собой такое зонтичное направление. И действительно, это тренд буквально последнего года полутора. Собственно, а что же происходит в России? Для того, чтобы посмотреть ситуацию с заделами по фундаментальным исследованиям, по прикладным исследованиям, мы посмотрели на ландшафт научных публикаций и патентов по цифровым технологиям. И мы обратили внимание на то, что, собственно, удельный вес России в числе научных публикаций по цифровым технологиям на данный момент, к сожалению, не превышает 5%. При этом в большинстве направлений России находится примерно во втором-третьем десятке стран. Есть некоторые направления, где ситуация чуть лучше. Например, это квантовые технологии, блокчейн. То есть там действительно направление достаточно новое. У нас там сравнительно неплохие позиции. По ряду других все-таки мы пока отстаем. Но в качестве такого позитивного, наверное, тезиса, то, что в последние годы наша динамика публикационной активности, она, в принципе, опережает даже среднемировую. Здесь, конечно, надо разбираться в причинах. То есть что это является именно работа на показатель. Или действительно это является такой очень хорошей аппроксимацией уровня фундаментальных и, возможно, отчасти прикладных исследований. Но факт остается фактом. То есть действительно динамика по количеству публикаций, по доле публикаций, даже по месту в рейтинге стран. То есть вот как можно видеть, ранг, то, что обозначает место страны в рейтинге стран по конкретному направлению, у нас, собственно, активно рос за последние 8-10 лет. То есть если в начале десятых годов мы были на 34-х местах, 37-х, то постепенно мы действительно пришли к месту во втором-третьем десятках стран. При этом можно наблять очень такую активную концентрацию вокруг центра. То есть это Москва, Питер и отдельный региональный центр компетенции. Новосибирск, Казань, Томск и ряд других. При этом ключевая роль в России, естественно, принадлежит крупным университетам. К сожалению, пока еще участие компаний именно в такой научной повестке достаточно незначительное. То есть есть буквально несколько исключений. Это по искусственному интеллекту, например, центр речевых технологий. С точки зрения патентов Россия также уступает мировым лидерам. Но если смотреть именно в процентном соотношении, то здесь ситуация несколько хуже. То есть у нас доля не превышает одного процента. И наибольший акцент здесь в патентовании российских разработок именно завязан на новой производственной технологии. Немного остают технологии искусственного интеллекта. При этом, если посмотреть вообще глобальный ландшафт, то его формируют буквально 5-6 ключевых компаний. То есть это глобальные цифровые корпорации типа Apple, Google, производители электроники и компания Telecom. То есть в частности, например, в области 5G беспроводных технологий очень активно представлены организации из Китая. В частности Huawei, ZTE и ряд других. В России лидерами по количеству пакетных заявок является лаборатория Касперского, Яндекс, Абби и ряд других. Но понятно, что когда мы смотрим некоторую ретроспективу, статику, нельзя не задуматься о том, каков следующий шаг. То есть как это в дальнейшем будет развиваться. Собственно, iFOR позволяет нам строить некоторые первые гипотезы относительно перспектив развития того или иного направления. Естественно, то, что сейчас выведено на слайд, это некий такой усредненный уровень для целого направления такого, как искусственный интеллект, виртуальная реальность, блокчин и так далее. Но такой анализ, естественно, проводится и декомпозируется на много-много уровней вниз. И, собственно, жизненный цикл цифровых технологий, что из себя представляет, это попытку именно осмыслить, как развивается та или иная технология. То есть вначале возникают новые научные направления, по ним пишутся научные публикации в топовых из кодстермы и журналов. Затем разрабатываются новые технологии, что находят свое отражение в патентных заявках. Наконец появляется рыночная аналитика. То есть считается объемы рынков, например, на маркетс, на маркетс, ряд других ресурсов и так далее. И если мы сравним, насколько эти корпуса документов соотносятся друг с другом, то мы уже можем строить гипотезы относительно того, каков жизненный цикл той или иной технологии. И, по большому счету, естественно, что это не может быть единственным инструментом для принятия решения, что такая технология или КУС-технология является именно на первом этапе, на втором или на третьем. Но, по сути, это такая гипотеза, которая требует валидации с экспертами. Но если мы посмотрим, собственно, какие результаты получаются, то мы увидим, что результаты получаются достаточно логичные. То есть технологии, например, искусственного интеллекта, как наиболее сейчас популярные и среди компаний, и среди населения, они относятся именно в первую когорту технологий, которые будут массово распространены в самое уже ближайшее время. А квантовые технологии, в том числе квантовый компьютер, он относится к более отдаленным горизонтам распространения и коммерциализации. То есть в целом ситуация здесь выглядит достаточно логичной. Но, естественно, достаточно важным здесь элементом является тот факт, что надо понимать, что технология может применяться в разных отраслях по-разному, неоднородно. То есть в каких-то областях она может уже более активно внедряться, а в какие-то может приходить спустя несколько лет. И с этой точки зрения очень важно понять, собственно, в каких отраслях наблюдается наибольший потенциал вообще для внедрения цифровых технологий. С помощью системы Айфора мы картировали такие матрицы пересечения цифровых технологий и ключевых отраслей экономики и социальной сферы. По большому счету стало понятно, что цифровые технологии действительно востребованы в мире практически во всех секторах, естественно, с разной степени. То есть роботы, например, применяются активно для сортировки мусора. Это может очень значительно увеличить уровень вторичного использования отходов. Технологии используются для контроля, например, климатических условий в сельском хозяйстве, в теплицах с использованием специальных сервисов. Применяются адаптивные системы управления дорожным движением на основе искусственного интеллекта, что ведет к очень значимым эффектам, в том числе к снижению времени в пути. В промышленности проецируются специальные инструкции для рабочих на нужные поверхности с помощью технологий, например, виртуальной реальности, что значительно сокращает число ошибок. То есть если в целом так резюмировать, именно как сваровая технология востребована в отраслях, то можно выделить, наверное, несколько таких ключевых эффектов. То есть первое – это повышение эффективности за счет снижения роли человеческого фактора. Второе – это кастомизация продукции. Третье – это повышение качества и доступности услуг. И, наконец, это сокращение издержек. То есть в совокупности вот такая комбинация действительно способна приводить к таким колоссальным эффектам. И, собственно, во многом поэтому сейчас во многих отраслях мы как раз оговорим и о безлюдном производстве, и безотходном производстве. Потому что действительно цифровые технологии способны коренным образом трансформировать состояние практически всех отраслей. Если мы посмотрим на ситуацию в России, то с точки зрения предложений мы уже увидели, что да, Россия обладает определенными заделами с точки зрения прикладных и фундаментальных исследований, но в целом наша доля не превышает 5%. Но вместе с тем уже сейчас предъявляется достаточно значимый спрос на цифровые технологии. Поэтому ключевой момент будет, собственно, каким образом этот спрос будет удовлетворяться. То есть либо он будет удовлетворяться за счет отечественных решений, на что нацелена целый пласт вообще мер политики. Либо мы будем говорить об импорте каких-то технологий, решений и так далее. Потому что спрос действительно достаточно большой. И причем он сейчас сконцентрирован в нескольких ключевых секторах. По данным наших расчетов мы обратили внимание, что сейчас почти 60% спроса сосредоточено в нескольких секторах. Это финансовые услуги, транспорт и логистика, обрабатывающая промышленность и энергетика. И по большому счету, когда мы даже сделали прогноз на следующие 10 лет, то мы поняли, что ситуация примерно ожидается такой же. То есть большая часть спроса будет именно концентрироваться вокруг вот этих отраслей. Причем финансы могут занять до третьего вообще всего спроса на цифровые технологии. И действительно большой вопрос, сможем ли мы обеспечить именно такое полноценное предложение современных цифровых технологий, чтобы они были и кастомизированными, и удовлетворяли требования потребителей и так далее. То есть действительно это, с одной стороны, хорошо, что спрос ожидается достаточно большой. Но, собственно, это такой вызов, на который нужно реагировать, чтобы цифровые технологии действительно были конкурентоспособными. Второй момент, помимо того, что в целом надо обеспечить нужное предложение цифровой технологии, это отраслевое измерение цифровой трансформации. То есть мы должны понимать, собственно, какие условия существуют в тех или иных секторах для внедрения этих цифровых технологий. Понятно, что каждая отрасль имеет свою специфику. То есть, например, в энергетике это умные сети, цифровые шахты. В строительстве очень активно используются информационное моделирование, BIM-технологии, цифровые фабрики. Для сельского хозяйства характерны точные земледелия, умные фермы, роботеплицы, роботезерные комбайны и так далее. Но по большому счету мы понимаем, что траектории цифровой трансформации отраслей очень сильно отличаются. И если смотреть, собственно, на какие-то такие сквозные вещи, то мы понимаем, что, собственно, практически везде сейчас уже так или иначе развиваются цифровые платформы. В сельском хозяйстве, в промышленности, в здравоохранении, да, собственно, практически во всей отрасли. Везде возникает вопрос, каким образом собирать большие данные. Но этому все-таки большинство отраслей уже как-то научились. Но помимо сбора больших данных, надо еще их обрабатывать и принимать решения на их основе. Вот с этими двумя пунктами пока в большинстве отраслей мы наблюдаем достаточно значительные проблемы. То есть можно обвешать датчиками там самолет, различные машины и механизмы. Но когда вы собрали там терабайты информации, понятно, что возникает вопрос, а что с этим делать дальше. И вот здесь, конечно, еще предстоит пройти определенный путь. То есть практически во всех отраслях бурно внедряется искусственный интеллект. И если мы смотрим эффекты, то, в принципе, как я уже говорил, ключевые эффекты снижения издержек, сокращение трудозатрат, оптимизация бизнес-процессов и ускорение производства. Какие выводы вообще можно сделать, если вот так сквозным образом посравнивать все эти отрасли? С точки зрения бизнес-моделей мы понимаем, что те отрасли, которые напрямую взаимодействуют с потребителем, то есть B2C отрасли, они трансформируются быстрее, потому что они чуть-чуть реагируют на потребности клиентов. То есть если ты оказываешь населению какие-то услуги, и если населению эти сервисы не нравятся, естественно, население может голосовать ногами против таких сервисов. Если, соответственно, есть, скажем так, B2B сектора, понятно, что в них вот эта цифровая трансформация может идти несколько медленнее. С точки зрения технологической готовности, понятно, что мы не можем здесь обойтись без должного уровня инфраструктуры и оборудования. И действительно для целого ряда отраслей это является буквально таким критически тормозящим моментом. Наконец, в большинстве случаев приходится решать такую дилемму. То есть либо использовать гибкость частного бизнеса, либо больше ориентироваться на ресурсы крупных компаний, в том числе с госучастием. В идеале, конечно, надо говорить о комбинации вот этих двух ресурсов. То есть в том числе поэтому достаточно большие перспективы, на наш взгляд, имеют ГЧП-проекты, как вот такое именно совмещение государственной мощи и именно такого частного креатива, частной инициативы. Наконец, еще один важный момент – это вопросы регулирования. Потому что действительно, так как внедрение цифровой технологии несет в себе целый ряд этических рисков, то всегда приходится, собственно, выбирать, в какую сторону качнуть маятник. То есть либо мы говорим о свободе эксперимента, когда, например, собираясь большое количество данных, получается обратная связь и так далее. Либо мы говорим о вопросах этики и безопасности. Ну вот, например, сюжет связан с распознаванием листов. Если так в целом посмотреть по сторонам мира, то сюжет очень не урегулирован, потому что в большинстве стран совершенно по-разному. То есть где-то запрещают распознавать лица, где-то, наоборот, стимулируют для того, чтобы искусственный интеллект как-то быстрее учился на вот этих больших массивах данных, больших массивах лиц. Действительно, вот такие дилеммы, они будут в дальнейшем возникать очень часто, в том числе, когда мы будем говорить о телемедицине, о беспилотном транспорте и ряд других сюжетов. Сейчас действительно достаточно много разного рода барьеров. Это и сравнительно низкая цифровая грамотность во всем мире, в России в частности. Это и кибер-угрозы. Это и некоторые гэпы в регулировании. Потому что понятно, что во всем мире регулирование отстает от темпов развития цифровых технологий. Ну даже вот беспилотники, по большому счету, с технологической точки зрения, но они практически уже готовы колесить по дорогам наших городов. Но пока окончательно не будет решена проблема вагонетки, проблема, собственно, определения, кто будет нести ответственность, кто виноват в случае возникновения нештатной ситуации или ДТП. Действительно, вот эта технология не сможет распространиться так бурно, вот как с технологической точки зрения она могла бы. И, безусловно, здесь очень высокая роль государства для того, чтобы как-то сбалансировать интересы и отдельных производителей, и интересы населения, и как раз повышать, собственно, цифровую грамотность населения, популяризировать цифровые технологии, заниматься обучением, тестированием различных гипотез на тестовых полигонах, регуляторных песочницах и так далее. То есть, действительно, здесь огромный пласт задач, которые предстоит решить, собственно, во всем мире. Буквально в нескольких словах покажу конкретные кейсы для такой отрасли, как промышленность. Собственно, вот с помощью iFore мы посмотрели, какие технологии сейчас определяет промышленность, какие наиболее значимые цифровые продукты и сервисы представлены в промышленности, и каким образом, собственно, формируется повестка. Здесь вот как раз представлены результаты, вот самые свежие, за последний год. То есть, мы брали именно профессиональные СМИ по тематике цифровых технологий и смотрели, собственно, какой дискурс в настоящее время наблюдается. И вот, в частности, можно отдельно отметить, что действительно COVID-тех представляет такой достаточно значимый интерес в промышленности. Борно развиваются сюжеты, связанные именно с фармацевтикой, потому что именно производство вакцин, масок и так далее является такой значимой силой сейчас. Сюжет, связанный с климатическими изменениями, действительно, входит именно в повестку практически во всех странах мира и детерминирует, в том числе, требования к промышленности, чтобы она была более экологичной, меньше отходов, в том числе электронных. Потому что, действительно, тематика электронных отходов – это непременный спутник развития цифровой экономики. То есть, по мере того, как развивается цифровая экономика, к сожалению, будут копиться электронные отходы. И если мы смотрим на один, на два шага вперед, мы должны думать, что с этим делать. И как раз вот Айфора помогает нам в таком опережающем режиме понимать, то есть, те сюжеты, которые могут в ближайший год, два, может быть, даже пять лет здесь возникнуть и начать определять нашу с вами повестку. Для каждой отрасли с помощью Айфора мы как раз выявляем не только те технологии сквозные, которые в наибольшей степени представлены в отрасли, но и конкретно специализированные такие технологии решений для отрасли. Вот, например, для промышленности – это цифровые двойники, беспроводные сенсоры, аддитивные производства, промышленный интернет вещей. То есть, это конкретно технологические именно направления, которые вот именно для промышленности в наибольшей степени характерны. В целом, можно обратить внимание на то, что вот именно с аддитивными технологиями связаны ближайшие перспективы цифровизации промышленности. Потому что именно возможность 3D-печати, кастомизированной продукции, создания цифровых двойников и использования промышленного интернета вещей действительно будут определять будущее на горизонте следующих лет. Также мы построили такой цифровой профиль отрасли. И с точки зрения индекса цифровизации, который мы разработали на основе количественных метрик с помощью системы и форума, у нас получилось, что именно промышленность является самой цифровой среди всех отраслей. Собственно, это подтверждается не только показателями анализа больших данных с помощью системы и форума, но и рыночными метриками. То есть, с точки зрения кагров, то есть среднегодового темпа роста и доли в общем объеме спроса на цифровые технологии и идеи, действительно промышленность является одним из таких направлений лидеров. Но если в целом ситуацию смотреть по всем отраслям, то, конечно, мы должны здесь понимать, что первенство, конечно, среди всех технологий имеет технологии искусственного интеллекта. Несколько месяцев назад мы, собственно, создали такой рейтинг цифровых технологий Высшей школы экономики и посмотрели топовые технологии, как с точки зрения исследований, собственно, заделов, так и с точки зрения именно распространения в секторах экономики, то есть, собственно, топ на рынке. И по большому счету, ну, подавляющее большинство технологий – это глубокое обучение нейросети, компьютерное зрение, обучение с подкреплением. То есть, по сути, это все технологии являются именно субтехнологиями, субтехнологиями, базовыми технологиями искусственного интеллекта. Поэтому в завершающей части этого выступления я остановлюсь чуть более подробно именно на технологиях искусственного интеллекта, на тех из них, которые в наибольшей степени востребованы сейчас, в перспективе и так далее. Собственно, с помощью системы Айфора мы посмотрели глобальный научно-технологический ландшафт развития искусственного интеллекта. И несмотря на то, что, ну, казалось, что искусственный интеллект – это вроде область, которая уже всем более-менее понятна, направления известны и так далее. Но вот отнюдь. С помощью системы Айфора мы выделили практически 2000 различных технологических направлений, либо напрямую входящихся в сферу искусственного интеллекта, либо очень близко с ней связанных. И вот здесь вот показаны отдельные кластеры, например, компьютерное зрение, искусственное нейросеть. То есть, вот можно видеть, что даже внутри каждого кластера вот того же компьютерного зрения насчитывается порядка там 170-180 очень конкретных технологий внутри. То есть, это действительно говорит нам о том, что это крайне такая насыщенная сфера, и для того, чтобы ее изучать, строить какие-то прогнозы ее развития, безусловно, требуются именно нестандартные подходы, сочетающие как именно машинную аналитику, так и экспертный анализ и так далее. Соответственно, если смотреть на конкретные технологические решения, то мы составили топ-25 ключевых технологий в области искусственного интеллекта и посмотрели на некоторые направления их использования. И вот в этом топ-25 четко выделяется три группы технологий. То есть, это технологии, в основном, связанные с компьютерным зрением. То есть, это прям топ 2020-2021 года. В основном это связано с распространением решений по распознаванию различных медицинских изображений, отслеживания контакта во время пандемии. Но некоторым таким новым этапом здесь становится распознавание эмоций. Также вот вторая группа технологий здесь заслуживает внимания тот факт, что постепенно экспертное сообщество, оно немножко устает от того, что искусственный интеллект до сих пор во многих случаях является собой некий черный ящик. То есть, зачастую непонятно, что искусственный интеллект решает, почему решает и так далее. Собственно, сейчас бурно развивается целый пласт исследований, как раз связанный с объяснимым искусственным интеллектом, чтобы интерпретировать человеку работу алгоритмов машинного обучения. Наконец, собственно, нижняя часть вот этого списка из топ-25, по сути, это модели метода искусственного интеллекта. То есть, перспективные методы, которые будут позволять решать задачи быстрее, с большей точностью и с меньшими энергозатратами. С точки зрения рыночного потенциала, также с помощью системы IFOR мы создали такую матрицу, выделив направления растущие, стабильные, возникающие и так называемые слабые сигналы. То есть, там, где, может быть, они не настолько еще значимы, не настолько динамичны, но среди них есть вот такие потенциальные звезды. Собственно, для каждого из этих направлений были предложены такие варианты стратегий действий. Например, в растущие направления попали технологии, связанные с обработкой данных для решения бизнес-задач, прогнозирование, в частности, предиктивное аналитика, глубокое обучение, компьютерное зрение. То есть, с нашей точки зрения, это именно технологии, которые обладают наибольшим потенциалом коммерциализации. Вместе с тем, есть и ниши для венчурного инвестирования. То есть, технологии, где достаточно высокая динамика, пока еще не очень высокая значимость. Это технологии устройств, например, для распознавания эмоций или роевого интеллекта. Естественно, что надо мониторить и те направления, которые пока еще не очень динамичны, но, тем не менее, потенциально могут выстрелить. Ну, в частности, такого регулярного мониторинга требуют новые методы машинного обучения. Например, обучение с подкреплением, метод обратного распространения ошибки и целый ряд других. Естественно, что сфера искусственного интеллекта крайне высококонкурентна. И даже если посмотреть на различные активности, которые ведут разные центры компетенции, то можно видеть, что практически на всех странах и континентах есть здесь что-то интересное с точки зрения реальных кейсов, практики, регулирования и так далее. При этом в этом задействованы и научные организации. В частности, отдельно можно выделить организации, входящие в Китайскую академию наук, американские университеты и многие-многие другие. Естественно, что повестку здесь драйвят и технологические гиганты, такие как Google, Microsoft, Amazon. Но вместе с тем и достаточно активную роль постепенно начинают играть различные стартапы. В России, собственно, есть целый ряд ведущих центров компетенции. Как ни странно, даже если смотреть с точки зрения публикации, с точки зрения анализа больших данных, то примерно мы можем выделить топ-5-10 организаций, которые в том числе сейчас вошли в число победителей конкурса по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта. Это и Вышка, и Сколково, и МФТИ, и целый ряд других. Разумеется, здесь, когда мы говорим об искусственном интеллекте, крайне важно систематически мониторить различные меры политики. И вот в частности, здесь вот, в ходе такого мониторинга, мы выбрали несколько конкретных кейсов. Например, в Европейском Союзе в апреле был, так называемый, свод регулирования по искусственному интеллекту, где определялись системы искусственного интеллекта, формулировались обязательства участников рынка, причем именно по всей цепочке, как поставщиков, так и производителей, дистрибьюторов, вендоров и даже пользователей. Запускаются инструменты поддержки во всем мире. Это и регуляторные песочницы, ведутся работы по снижению регуляторных барьеров и так далее. Собственно, практически во всех странах есть как конкретные стратегии по искусственному интеллекту. Например, вот у Великобритании не так давно была выпущена такая стратегия, так и более такие таргетированные стратегии и документы. В частности, в Штатах была запущена дорожная карта решений на основе искусственного интеллекта для медицины. То есть, очень так конкретно в ответ на вызовы пандемии. В Германии тоже финансирование искусственного интеллекта является одним из таких топовых приоритетов. И до 2025 года страна планирует потратить порядка 5 миллиардов евро. Действительно, это достаточно большие деньги. И крайне важно, собственно, вкладываться в искусственный интеллект, следить за искусственным интеллектом. Потому что, действительно, это та технология, которая может перевернуть там все дальнейшее развитие. С точки зрения патентов по искусственному интеллекту, по большому счету, можно сказать, что Россия действительно входит во вторую десятку стран. По патентным заявкам мы на десятом месте, по патентной активности на одиннадцатом. И, по большому счету, даже если мы смотрим, например, по количеству публикаций на конференциях уровня АСССР, то ситуация примерно такая же. Мы находимся пока на втором десятке стран. И, действительно, здесь, наверное, несмотря на то, что мы бежим достаточно быстро, но, вероятно, чтобы все-таки стать мировым лидером, придется в ближайшие годы бежать еще быстрее. Потому что развитие есть, но пока, к сожалению, не всех лидеров нам удалось догнать. Ну что же, на этом я хотел бы перейти к завершающей части выступления. Понятно, что за 30-40 минут невозможно рассказать всего того пласт исследований, который накуплен в Высшей школе экономики, в том числе на базе Айфуры. Поэтому в завершение хотел бы продемонстрировать несколько интересных продуктов, на которые можно было бы посмотреть, скачать, ознакомиться или даже подписаться. Первый из таких продуктов – это так называемая серия информационных бюллетеней «Экспресс», информация по цифровой экономике. Это краткие бюллетени, которые выходят примерно раз в 2-3 недели и содержат ключевую информацию о тенденциях развития цифровой экономики, ключевых акторах, статистических показателях и так далее. Здесь представлен QR-код, то есть можно посмотреть, можно подписаться. И летом этого года мы также запустили отдельную серию Айфуры Экспрессов. То есть это как раз аналитика на основе больших данных, которая позволяет очень оперативно мониторить самые последние тенденции в конкретных областях. Будь то спортивная индустрия, промышленность и многое-многое другое. Тренды клинических испытаний. Также здесь можно посмотреть, подписаться с помощью QR-кода. Потому что действительно исследования получаются очень свежими, очень кастомизированными и необычными. Есть и более фундаментальные продукты. Это два таких мощных доклада. Один посвящен цифровой трансформации отраслей, стартовым условиям и приоритетам. Тоже его можно скачать по QR-коду. И, наконец-то, графический альбом «Цифровые технологии в российской экономике», которые также доступны для скачивания. На этом я хотел бы сказать спасибо за внимание. Если есть вопросы, буду рад на них ответить. Спасибо. Спасибо, Константин. Я вижу, есть вопрос в чате. Он касался, по-моему, вопросов политики. Это там отсылка к слайду. Далин, можно вас попросить озвучить туда вопрос, чтобы все услышали? Про японский кейс хотели бы также наши слушатели в части мер поддержки тоже услышать. Да, спасибо большое. На самом деле, Япония представляет собой очень такой интересный выбор с точки зрения такого кейса для мер политики. То есть, в последние годы, как раз если по всему миру происходил такой переход от цифризации промышленности к цифризации всех отраслей, то в Японии произошел именно переход от цифризации промышленности к цифризации общества. То есть, еще в 2016 году была запущена инициатива так называемого общества 5.0 или суперинтеллектуальное общество, согласно которой акцент именно в политике японского правительства делается на создании и развитии тех технологий, которые несут в себе именно положительные эффекты для граждан, для населения. И вот в Японии с 1971 года каждые 5 лет делаются так называемые форсайт-исследования по методу Дельфи. И вот в последние годы как раз именно фокусом этого исследования является выявление вот этих технологий, которые могут привести к наибольшим эффектам для конкретного гражданина. Я думаю, собственно, это как раз является одним из таких факторов, которые в дальнейшем будут способствовать то, что Япония сейчас уже является одним из таких лидеров по продолжительности жизни. Но я думаю, что в дальнейшем эта тенденция сохранится, потому что действительно цифровые технологии на службе общества человека – это очень интересный кейс. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Мне кажется, что настоящее вопросов нет. Я бы также предложила, если, может быть, в дальнейшем они возникнут, наши контакты можно найти на персональных страницах на сайте Высшей школы экономики, и в том числе обратиться к письме, может быть, и так мы постараемся тоже ответить на... Интересующий у вас вопрос. Большое спасибо за внимание, за выступление. Спасибо большое, ваши мои коллеги. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok